Пошаговая инструкция, как действительно сделать, чтобы ваши волосы росли и ваши волосы были крепкими, здоровыми и не выпадали, как у меня выпала половина моих волос в моменты сильного стресса. Я могу рассказать то, что важно, как медицинский психолог и нутрициолог, все те, кто в моей группе «Жизнь без невроза», они знают, от чего зависит здоровье волос. Если вы не молодая мамочка, у которой все силы уходят на кормление, если вы не сладкоежка, который действительно не получает никаких макро- и микроэлементов, то, услышав это видео, вы действительно сможете понять, от чего зависит здоровье ваших волос. Здоровье ваших волос зависит, сейчас назову банальные темы, я вижу ваши вопросы, но буду отвечать на них постепенно. Если волосы не растут, то не надо какие-то только масла. Во многих случаях выпадение волос зависит от простых факторов. Первый фактор – это отсутствие дырявого кишечника. Многие не знают, что если мы едим очень много фруктозы, химии, наши стенки кишечника истончаются, и, соответственно, нормально усваивать все не у всех получается. Другой момент, если мы с вами говорим про волосы, то это всегда-всегда работа с закрытием дефицитов по базовым аминокислотам, по электролитам, кальцию, магнию, натрию, хлору, по зелени, здоровому кишечнику, по отсутствию в основном инсулинорезистентности. Но, кстати, сочетание БАДов с определенным типом питания – это супер важно. Почему БАДы? Потому что я всегда выбираю современность и не какой-то уход в радикальные моменты только микроэлементов из питания. Мы живем в 21 веке, где, к сожалению, есть и химия, и сниженные кислотности, и проблемы ЖКТ, соответственно, что важно? Если есть проблемы с волосами, скорее всего, есть проблемы с усвоением, и для этого нужна кислотность. Кислотность – это действительно хорошее усвоение белка. Для этого всего нужна не только вода с лимоном, нужен иногда БТН-гидрохлорид, иногда нужны ферменты принимать с едой. И если мы с вами говорим про схему для роста волос, то первое – это фулевовые и гуминовые минералы. Через кишечник они действуют на вас. В другой момент, с каждым приемом пищи подсолнечный лицетин, для того, чтобы был нормальный ток желчи. Обязательно энзимы аптечные или те, которые вы можете себе позволить. И пепсин, хлорид для того, чтобы у вас было качественное отделение желудочной кислоты. Детокс для печени, надеюсь, все знают. Магний с пищей можно два раза в день обязательно. Обязательно витамин С с цитрусовыми биофлавоноидами тоже можно добавить. И карнитин нужен для митохондрии, не для похудения, а для митохондрии. Плюс, если есть возможность, базовый комплекс витаминов группы В. И могу сказать, что для волос супер важны микроэлементы базовые. Есть такой базовый комплекс микроэлементов. И, кстати, токотрейнолы являются противовоспалительным средством. Но о каэнзиме я молчу, который нужен не только для волос. Но если вы начнете его принимать, поверьте, ваше состояние улучшится. И так же, как и ваша энергия. Соответственно, антиоксидант, кверцетин есть в яблоках. Одно-два яблока, либо кверцетин. Те, кто на низкоуглеводные, думаю, без яблок обходятся. Это, если кратко. А другой момент, конечно, микроциркуляция. Если есть зажимы и проблемы сосудистого генеза. Или проблемы позвоночного столба. Например, протрузии в каком-то отделе. То нарушение кровоснабжения может быть. Поэтому, ребята, пишите вопросы. С радостью вам отвечу. И волосы будут хорошие, если вы услышите меня. И все.